Я скоро женюсь, и у меня появилось к невесте физическое влечение. Посоветуйте, Александр, что мне делать. И у нас есть вопрос, действительно, как противостоять снижению нравственности, утрате библейских стандартов в добрачных отношениях. Я думаю, они связаны друг с другом. Иван, конечно, не говорит напрямую об этом, но вопрос злободневный. Нет, ну, прежде всего, это говорит о том, что вы абсолютно нормальный человек, здоровый. И это создано Богом. И было бы странным, если бы у вас была только, так скажем, платоническая любовь. Просто какая-то расположенность к человеку, но совершенно нет никакого интереса к ее физическому образу. Но другое дело, совершенно другое дело, это все-таки брачный завет, когда статус человека изменяется с жениха и невестой, или просто друзей, и люди становятся мужем и женой. И это сочитано Богом, и что Бог сочетал, как выразился сам Христос. И мы обретаем полное право на сближение, на съединение. И максимально вот эта точка максимального сближения, это, конечно, и в теле, и в душе, и в духе, в едином завете. Вот, если вы в завете, и ваша невеста в завете с Богом, я имею в виду, тогда Бог участвует в том, чтобы присутствовать в вашем брачном завете. Поэтому это нормально. Но, вот в моем случае, когда я был в отношениях с Жанной, с моей теперешней женой, каждый раз, когда я шел на встречу с ней, где-то в кафе, там, пообщаться просто, когда мы уже дружили, нравились друг другу, и когда дело шло к свадьбе, я о себе могу сказать. Я склонял колени, а иногда даже ложился на пол и говорил так. «Господь, я слабый человек, и я в себе не уверен, но Ты сильный, и в Тебе я полностью уверен. Я вверяю себя, свой разум, свои эмоции, свои чувства. Я сейчас вверяю в Твои руки. Я видел людей высокомерных, которые говорили, «Все сорвутся, я устаю», и они падали. И я боялся Бога, и боялся допустить такие пороки в своей жизни. Я понимал, что у меня родятся дети, я буду смотреть в глаза своим детям, у меня есть родители, я буду смотреть в глаза своей собственной жене, потому я просил Бога слезно, серьезно и искренне сберечь меня. И я могу сегодня похвалиться исключительно Богом, что Господь услышал мою молитву. Я вам настоятельно советую, если вы в серьезных отношениях, молитесь о том, чтобы Бог сохранил вас. Если вы не в серьезных отношениях, прервите эти отношения. Пусть Бог вам поможет. А что все-таки мы можем сказать? Есть ли общие пожелания, как противостоять в целом? Вы служитель, вы пастырь, вы консультируете молодые пары, которые готовятся стать мужем и женой. И каким образом церковь наставляет их и противостоит, я бы сказала, такому господствующему и все шире-шире захватывающему умы, души людей, убеждению, ну мы же любим друг друга, мы уже посвятили себя друг другу, и в общем-то мы уверены друг в друге. Почему мы должны ждать вот именно какой-то конкретной даты? Нет, дело все в том, что если люди в серьезных отношениях, особенно мужчина, особенно парень, он должен поставить точку в своем решении. Это решение он должен принять перед Богом. Мне не нравятся, и думаю, и девушкам не нравятся такие парни, которые не уверены, которые нерешительны. Чего ждет этот парень? Что девушка сделает им предложение, или она возьмет инициативу в этих отношениях? Это неправильно, это как-то все наоборот, на выворот. Потому что мужчина должен, если он серьезно рассматривает человека, который ему нравится, он должен провести определенное время с Богом и очень твердо и четко определиться сам в своем сердце. Действительно ли этот человек мой? Навсегда, на всю жизнь единственный мой человек. Но опять же, я ссылаюсь на свой опыт. Я даже не начинал отношения, прежде чем я серьезно не провел время с Богом. Я наблюдал на расстоянии, мы поддерживали отношения с Жанной, но я не позволял развиться этим отношениям, прежде чем я сам себе не определюсь. А как по-другому вообще мы рассчитываем? Кто-то же должен взять инициативу, кто-то должен быть человеком ответственным. Потому что я всегда воодушевляю, и даже более строго говорю с парнями, с ребятами, берите инициативу, молитесь. Вы не должны быть, простите, размазней, когда человек неопределенный. Когда вы твердо решили, тогда твердо говорите о своем решении. Я на самом деле спрашивала именно о черте сексуальной близости. Потому что люди, скажем так, наедине, даже между собой заключают завет. То есть они обручились, они обменялись, скажем, уже обещаниями вечной любви друг к другу, но сам момент бракосочетания, венчания, он не наступил. И они для себя решают, и я знаю, не только в Соединенных Штатах, везде, на самом деле, это мирская абсолютно традиция, сейчас считается практически нормой, сожительство до свадьбы и так далее. Я имею в виду в светской части. Мы в посткоммунистическом таком обществе живем, я бы сказала, которое еще опять не пережило глубокое внедрение христианских ценностей, заново не переосмыслило это все. И поэтому очень важно, как в церкви правильно вести молодых людей, что это та часть, которую стоит хранить до определенного момента. Здесь много не скажешь, здесь все зависит от степени познания Бога и от уважения к самому человеку. Я бы даже сказал к той самой девушке или к парню. Если я потенциально рассматриваю ее как свою будущую жену, я ее буду беречь от себя, потому что я ее берегу для себя. Если я ее рассматриваю просто как конфетку или, простите, булочку, то, конечно же, мне выгодно ее просто съесть, своровать, получить свое временное греховное удовольствие и просто променять на очередную другую. Повторю свою мысль. Если это действительно мой человек, я так и в молитве, и сам перед собой рассматриваю. Я хочу сохранить ее честь. Я же ее для себя берегу. Потому я трепетно отношусь с огромной дозой уважения к этому человеку и не прикасаюсь к этому человеку, пока действительно Бог не сочетает нас воедино. Это моя философия. То есть в этом я хочу самаре такое... Для меня это неуважение, простите, Виктория, для меня это неуважение к человеку. И к Богу. И к Богу, разумеется. Это неуважение. Этот человек мой. Как я могу так унизить этого человека, просто не сдержавшись, не совладать с собой? Я этого понять не могу. Сергей, что ты знаешь? Я согласен с Александром, особенно про булочку. Знаете, когда ты знаешь, что ты идешь на пир, а ведь Господь создал женщину для наслаждения, мужчину и женщину для наслаждения друг друга, это некое подобие такого, знаете, пира праздничного. Если ты будешь относиться к женщине как к шаверме, извините за сравнение, одну шаверму по ходу съел, вторую, третью, у тебя не будет ощущения праздника. У твоего просто не будет. И то, с чем мы начали на самом деле, если ты действительно ее любишь, если ты любишь ее, как ты можешь ее разменять на просто дешевку, которой там попользоваться и все? В смысле, ее уподобить? Да, да. Я сколько знаю семей, вспоминаю даже людей, которые приходили, у них уже дети. И у них начались конфликты. И я говорю, ну ты же ее любил, ну ты же выбрал ее. Люди срывались и переходили на грубости. Она говорила, он, кто он такой? Ты помнишь, как ты со мной поступил? Я просила не делать этого. То есть у нее, они муж и жена, у них двое детей, у них такое неуважение, именно из-за того, что он, ну как бы, настоял, преодолел, приступил к определенной моральной границе. Они, повторяюсь, в браке, у них семья, у них такое презрение, у нее к нему, а он, а ты какая была? Да ты же сама меня на это провоцировала. И я понял, это все закладывается с самого начала. Когда мы любим человека, мы уважаем и бережем его честь. На самом деле в церкви же существует очень хороший институт помолвки. Я сам через это проходил. Я объявлял помолвку с молодой девушкой, и Господь нас развел в разные стороны. И мы были доверчивы именно Богу, что Он развел. Мы не настаивали на том, что опять сойтись. Этот институт работает. Господь сказал, вот он помолвка, вы объявляете о своих намерениях, не того, чтобы вместе жить, это для того, чтобы понять. Вот та половинка, которая снялась с той половинкой. Я прошел через это, и Господь нас развел в разные стороны. То есть, вот в моменте помолвки есть третий участник, есть Бог, который начинает работать вот именно с этого явного оглашения, скажем, этого явного объявления, намерения, посвящения. И он начинает работу с молодой парой, и если что-то не так, то это действительно вскроется в этот период помолвки. Оно даже, знаете, не скрывается. Бог настолько добр к нам, что Он просто в сердце уходит вот эта влюбленность, и ты вдруг понимаешь, что это не твое. Бог говорит, правильно, потому что есть что-то другое, что для тебя приготовил, именно твое. Если ты доверяешь Богу, если ты Его действительно любишь, ищешь, и самое главное, вот находишься в понимании, что Он над тобой, то ты говоришь, хорошо, Господь, дай мне мое. И Он приводит тебе именно твое. И это работает, это работает в жизнях христиан, когда они этим пользуются, когда они пренебрегают.